Приветствую вас, уважаемые трейдеры, на очередной торговой неделе. После выходных мы с вами возвращаемся на финансовые площадки, следим за новостным фоном, анализируем его и стараемся с учетом новых новостных вводных событий прогнозировать то, что может произойти с финансовыми инструментами, преимущественно на долгосрочной основе. Сразу забегая вперед, хочу отметить, что на этой неделе, друзья, у нас Федрезерв. Этим, наверное, все сказано. Мы ждали его уже несколько месяцев в заседании регулятора американского. Почему событие важное? Да потому что это событие, которое будет, я абсолютно уверен, сопряжено с решением о росте процентных ставок. Изначально у нас были с вами ожидания того, что американский регулятор до конца этого года дважды повысит ставки. Это в сентябре, собственно, вот уже в эту среду и в декабре. Пока что нету ровным счетом ни одной причины, из-за которой мы могли бы отказаться от наших с вами намерений увидеть такую активность со стороны Федрезерва. Нет причин ссылаться на какие-то слабые отчеты. И, честно говоря, нет оснований говорить о каких-то мощных, серьезных, важных геополитических угрозах, из-за которых заседание Федрезерва могло бы померкнуть. И отдачи для доллара тоже мы могли бы не дождаться. Мы смело можем ориентироваться на то, что данное решение будет принято. И в связи с этим я считаю, что у доллара есть очень хорошие шансы, друзья, забраться выше текущих значений. Мы вчера, точнее в конце прошлой недели говорили с вами о том, что ралли доллара японской иены, безусловно, будет продолжен. Но прежде чем у нас появится возможность уже до конца насладиться этим мощным восходящим движением, мы должны дождаться непосредственно самого заседания и уже начинать активно спекулировать как можно ближе к нему. Поэтому, друзья, если вы еще не в длинных позициях по доллару и японской иене, я вам советую пока не торопиться их открывать. У нас все-таки еще торговая сессия понедельника, вторника. В среду утром на брифинге перед непосредственно самими итогами заседания мы вернемся, собственно, к этой торговой идее. И я предложу вам конкретный уровень, как действовать уже непосредственно перед этим отчетом. Но если вы все-таки являетесь долгосрочно ориентированным трейдером, наверное, мои комментарии излишни, потому что вы уже давно приняли решение покупать американскую валюту против иены в расчете на то, что ничто не способно вмешаться в эту восстановительную динамику доллара. И, соответственно, чем раньше проявить активность скупки доллара, тем больше будет потенциал профита. Ну, конечно же, у всех разные цели. Друзья, едино только одно – это ожидание, что американская валюта должна стоить дороже. И я думаю, что очень трудно сейчас спорить с тем, что доллар реально может прорваться очень неплохо вверх, а в свете того, что основной катализатор его движения – это решение и риторика Федрезерва – на этой неделе может и будет располагать к сохранению настроя того, что эта валюта будет нарасти. Ну, у нас есть с вами возможность видеться на ежедневной основе, поэтому будем вместе держать руку на пульсе и, соответственно, и вместе следить за малейшими изменениями – что настроение, что в целом новостного фона. Об этом я, безусловно, вам продолжу рассказывать и дальше. Помимо Федрезерва, который, безусловно, своим решением повлияет на все финансовые рынки и на все активы, которые на них представлены, очень важным является еще политическая тема, а именно отчасти разрешение определенных бюджетных проблем. Ну, возьмем в кавычки это выражение, потому что как такового разрешения не произойдет так быстро, но конкретику мы должны получить, потому что в этот четверг Италия представит проект бюджета, который просто обязан учитывать все рекомендации Европейского Союза относительно снижения долгового бремени. К тематике итальянского бюджетного кризиса и к тому, что кризис в Италии может, в принципе, по цепной реакции разрастись на кризисы других регионов Европейского Союза, мы возвращались не раз и наверняка многие из вас знают, что для евровалюты, пожалуй, определенный исход из сценария развития событий в Италии является чуть ли не главным риском. Поэтому на этой неделе, помимо Федрезерва, то есть после среды, мы в четверг сразу же переключаемся с вами на евровалюту и на тот фонд, который будет представлен именно такими внутренними обстоятельствами. Вот будет, безусловно, чем торговать и в связи с этим волатильность, конечно же, будет существенной. Хотя и на прошлой неделе вроде бы как макроэкономических отчетов было немного, тем не менее движение финансовых инструментов превзошли ожидания и по некоторым инструментам мы увидели даже волатильность выше средней. Это все, друзья, я комментирую к тому, чтобы вы, безусловно, всегда, насколько бы не были уверены в том, как действовать на рынке, руководствовались и не забывали про классические, традиционные, всем известные, а если нет, обязательно знакомьтесь с ними, изучите этот вопрос, правила риск-менеджмента. Это важно, особенно тогда, когда нервозность на финансовых площадках подстегивается вот таким насыщенным фундаментом. Ну, теперь давайте поговорим про, в целом, отдельные инструменты, как мы это всегда делаем. Начнем мы с нефтянки, которая держится по-прежнему в районе 80 долларов за баррель. Конечно же, стоит отдать должное тем трейдерам, которые вопреки всему фону, который складывался ранее, фону разбираем нами, мы анализируем детально все, что происходит, все равно сохраняли преданность этим длинным позициям и верили в то, что бренд сможет оказаться даже и продолжают верить. Я знаю многих инвесторов и трейдеров, которые считают, что нефтянка будет стоить гораздо выше 80 долларов за баррель. Друзья, конечно же, никто не знает, что произойдет с рынком нефти на самом деле, но наша с вами задача, будучи фундаменталистами, все же объяснять то, что на рынке происходит и делать акцент на то, что на нем с большей вероятностью должно происходить, потому что мы фундамент не выдумываем. И этот фундамент, как и для, наверное, любого сырьевого инструмента, на котором все определяется на основании классического способа предложения, фундамент должен приводить только к однозначным выводам. Почему нефть по-прежнему такая дорогая? Почему мы видели открытие с ГЭПом? Почему сейчас котировки действительно в районе 80 долларов за баррель? Ну, разумеется, и по WTI такая же восстановительная динамика. Важное событие, супер важное событие, это Алжирская встреча страны ОПЕКО+, заседание технического комитета по обсуждению того, что на рынке черного золота происходит на текущий момент. Обсуждается все, что было, все, что есть, все должно произойти на основании отчетов, прогнозов, на основании спроса и глобального предложения. В конце прошлой недели мы с вами говорили о том, что, опять же, со ссылкой на чиновников из России, в частности, на Александра Новака, что основной вопрос, который будет поднят на повестке обсуждения, это увеличение лимита по росту нефтедобычи свыше определенного ранее, повышения на 1 миллион баррелей. Так вот, сейчас уже по факту прошедшей встречи мы можем говорить тезисно, что было, какие решения приняты. Ну, во-первых, самое важное, что на самом деле вопрос повышения роста добычи совокупного так и не поднимался, поэтому как было ранее согласовано увеличение на 1 миллион, так и оно и осталось. И вот к моему великому непониманию того, что, опять же, произошло и к великому удивлению, я вынужден, друзья, опять же, комментировать, что страны ОПЕК, которые присутствовали на этой встрече, более того, что не согласовали увеличение нефтедобычи, они выкинули, опять же, тезисный такой комментарий, заявление о том, что, возможно, в ближайшее время будет рассмотрена инициатива о сокращении совокупного предложения и производства. Соответственно, ну, это уж прям совсем удивительно, это совершенно никак не вяжется с даже теми заявлениями, которые мы слышали ранее от Саудовской Аравии, которая настаивала и впереди в планеты все шла о том, что Иран — это серьезный риск для глобального, собственно, предложения. И если, собственно, Иран как поставщик выпадет с глобальной арены, то добычу нужно будет повышать. Соответственно, сейчас мы видим то, что эти заявления абсолютно не бьются. Плюс ко всему я хочу сказать, что уровень исполнения сделки, получается, в прошлом месяце страны ОПЕК+, сделки по, помните, снижению объема добычи, это сделка, которая датируется еще к концу 2016 года, уровень исполнения сделки составил 129%. В то время как, постфактум уже прошедшей майской встречи, соответственно, уровень исполнения сделки должен был составить 100%. О чем это говорит, друзья? Это говорит о том, что на ту нефть, которая сейчас добывается в странах ОПЕК, с учетом ранее принятого решения увеличивать производство на 1 миллион, попросту нет спроса. Ну, здесь выводы уже вы сами можете сделать о том, что это значит. На мой взгляд, это по-прежнему и довольно явно и очевидно выступает серьезный медвежий сигнал. Почему-то вот сейчас его многие не видят и не хотят делать ставку и акции. Я считаю, что негативные тенденции на рынке черного золота могут все-таки возобновиться. Точно так же быстро и резко, как это произошло, к примеру, с британской валютой в пятницу, когда многие покупали в расчете на неизбежные соглашения по Брэкзиту, в то же время фунт обвалился. Мы сейчас об этом, кстати, поговорим и не просто. Обвалился там, по-моему, с максимума. Вот сегодня некоторые числа, опять же, забываются в процессе брифинга. Но, по-моему, снижение за день составило 207-208 фунтов. Еще раз, такая динамика нам напоминает, что на рынке очень быстро происходит перезагрузка рыночных настроений. Все-таки вернемся к нефтянке уже постфактум прошедшей встречи технического комитета. Мне кажется, что страны ОПЕК страшные манипуляторы того, что сейчас происходит. Видимо, была какая-то потребность подогреть рыночное настроение. Не будем сейчас вдаваться в подробности, кем она могла быть инициирована, но они с этой задачей справились. Я сейчас возлагаю большие надежды на Трампа, который уже на прошлой неделе обвинял ОПЕК в том, что они разгоняются на нефть и искусственно манипулируют ценами. Должны прекратить это делать. Я думаю, что Трамп вернется к этой риторике на этой неделе, особенно если мы сейчас увидим тестирование или даже пробой сопротивления 80 долларов за бар. Поэтому будьте крайне осмотрительны сейчас, друзья, сейчас, вблизи столь важных технических уровней, с учетом той фундаментальной картины, которую я вам озвучил сейчас, вместе с вами разобрал. Будьте крайне предусмотрительны в открытии длинных позиций. Это сделки, которые сопряжены сейчас с очень большим риском. Больше сейчас нужно ориентироваться на продажи. Если вы не, собственно, открывали короткие позиции раньше, ну, считайте, вам повезло, вы миновали серию убыточных ордеров и, возможно, дождались более хорошей точки для продаж. Но, на мой взгляд, сейчас точно длинные ордера несут в себе куда большую угрозу, чем попытка поймать все-таки затяжную коррекцию через открытие короткой позиции. Я отношу себя к категории продавцов, медведей на рынке черного золота и, собственно, продолжаю рекомендовать вам конкретные уровни, сделки, точки для того, чтобы снова попытаться приобщиться к весьма вероятному развитию вот этого нисходящего ралли. И сегодня давайте будем ориентироваться на уровень 80-20, то есть сделка по Brent через отложенный кордер Sell Limit. По рублю 66.41 несколько факторов, которые по-прежнему поддерживают рубль. Ну, во-первых, это серьезные продажи экспортной выручки, я думаю, что по директиве вышестоящего руководства. Потом, то, что происходит на рынке нефти, по-прежнему довольно стабильная ситуация на рынках развивающихся стран и, соответственно, на валютах, которые стоят за ними. Ну и то, что Минфин по-прежнему не проводит ни размещений, собственно, ни операций по скупке валют. То есть это все локально поддерживает рубль, но и налоговый период, безусловно, про него ни в коем случае не нужно забывать. Этот новостной фонд подходит для того, чтобы немножечко, скажем, приукрасить картину и своего рода попеть определенные дифферамбы российской экономики и рублю. На мой взгляд, все, что происходит с рублем сейчас, это лишь техническая коррекция, это фиксация профита, это принудительное закрытие позиций. И, соответственно, откат вследствие этой фиксации профита, в результате которого срабатывают стоповые ордера и тем самым провоцируют еще большее ралли. Но, на мой взгляд, потенциал коррекции, он все, он уже завершен. И если вы присматривались в паре доллар-рубль ранее, проморгали прежнее ралли, которое состоялось до 70 с небольшим, у вас есть возможность реабилитироваться и заработать, и заработать неплохо. Потому что сейчас мы видим курс 66,5. Если, опять же, через 15 минут, когда откроются торги, рубль, безусловно, отреагирует еще на ралли нефтянки, мы увидим, возможно, даже тест поддержки 66. Друзья, ну это подарок для того, чтобы занимать длинные позиции, потому что очень скоро мы вернемся к новостному фону, когда уже не будет налогового периода. И когда Соединенные Штаты Америки снова поднимут вопрос о новых финансово-экономических санкциях. И к тому фону, когда у экспортеров просто уже не останется той валютной выручки, которую они могли бы так вот со спокойной душой конвертнуть в рубли, тем самым поддержать ликвидность на внутреннем рынке. И имейте это в виду. Евро против доллара, здесь давайте такими крупными мазками, потому что будет у нас с вами возможность еще детально разбирать в неделе. Сейчас находимся чуть выше отметки 1.17, я предлагаю сделку селс-стоп с уровня 1.17.10 в расчете на то, что европейская валюта снизится. Почему? Потому что я делаю акцент на все-таки определенные такие камни преткновения, которые будут обозначены в предстоящий четверг. Уверен, есть проблемы с согласованием проекта бюджета, эти проблемы будут, скажем, более явными в четверг, когда вся общественность вернется к этой теме. Нужно быть к этому готовыми заранее. Плюс ко всему Федрезерв, рост процентных ставок, снова прогнозы по улучшению экономического роста, состояние конъюнктуры американской. На контрасте тут можно еще поработать. Плюс ко всему еще у нас и важный отчет в пятницу по еврозоне, это данные по инфляции. Мы традиционно статистику по еврозоне накапливаем для того, чтобы у нас укрепилось представление о том, что дела идут не самым лучшим образом. Посмотреть пятничные отчеты по производственной активности всех ведущих стран еврозоны, в целом еврозоны, активности также в сфере услуг. 90% отчетов, которые мы увидели в красной зоне, это значит, что они были пересмотрены со снижением по сравнению с показателем прошлого месяца. Это подтверждение негативной тенденции. Не забывайте про это. Евро тоже потенциал роста, на мой взгляд, уже исчерпан и сейчас нужно уже пробовать щупать, как говорят трейдеры, рынок ордерами коротких позиций, может быть с небольшими стопами, потому что ралли, конечно же, может быть и продолжено, но все-таки, как и в ситуации с нефтью, здесь потенциал входа в направление, собственно, снижения евро, он гораздо выше, чем возможность дальнейшего роста. По крайней мере, фундаментально, согласитесь, очень трудно было бы сейчас оправдать сохранение бычьей динамики по европейской валюте. Доллар и иена, ну, в двух словах мы уже сказали, ждем с вами заседания Федрезерва, ждем повышения процентной ставки, ждем улучшения прогнозов по инфляции, по экономическому росту, ждем еще до конца недели серию кучи сильных крутых отчетов, годовые данные по ВВП, заказан товар длительного пользования, снова Мичиганский индекс потребительских настроений. Я думаю, что вкупе эта статистика будет уже готовить нас к тому, что вслед за сентябрьским повышением процентной ставки такое же решение будет принято и в декабре. Поэтому, друзья, если еще раз напоминаю, доллар и иена пока не в вашем торговом арсенале, не нужно сейчас открывать позиции, понаблюдайте за развитием событий со стороны, потому что сейчас и инвесторы начнут мудрить, думать, что же все-таки будет по факту заседания Федрезерва. Это обычно провоцирует не совсем однозначные движения, ну или, по крайней мере, вообще их отсутствие. То есть, будет возможность еще поработать на мощных движениях, но это лучше оставить, опять же, на среду. Опять же, я буду держать вас в курсе. Британская валюта против доллара. Здесь тоже, друзья, я лишь в подтверждении ранее озвученных слов, что негатив на рынок придет и довольно быстро. Именно это и произошло в пятницу, когда британская валюта потеряла больше 200 пунктов. Ну, во-первых, этот переговорщик от Европейского, от Англии, Доминика Раб, первым, собственно, начал негативить в начале, собственно, торговой сессии пятницы. Его комментарий о том, что Лондон и Великобритания в целом до сих пор не получили никаких контрпредложений, потому как согласовать самые спорные моменты повестки обсуждения по Брекзиту. А это значит, что Брюссель явно не хочет менять свою риторику, политику по вот этому процессу переговоров. И Доминика Раб с веренными ему полномочиями, в принципе, делать все, что он хочет по этому обсуждению, позволил себе сделать заявление о том, что и Англия также теперь более не пойдет на уступки. Видимо, потом он переговорил, опять же, с Терезой Мэй, с премьер-министром Англии. И Тереза Мэй на национальном телевидении выступила с премьер-министром и заявлением о том, что переговоры зашли в очередной тупик. И, скорее всего, Англии нужно сейчас уже, ну, отчасти смириться, наверное, с тем фактом, что выйти из Европейского Союза удастся, конечно же, это неизбежно, но уже без сохранения доступа к единому европейскому рынку. Я думаю, друзья, что впереди у нас будут еще и положительные комментарии. О том, что не все так плохо, о том, что Европейский Союз откликнулся вот на такой общественный призыв Тереза Мэй и, может быть, решили сделать какие-то уступки. Но это все равно общую картину не изменит. Столько времени было, чтобы преодолеть эти разногласия, они не преодолены. Поэтому британец пошел у нас вниз. Я думаю, что мы сейчас скоро преодолеем уже поддержку 1.30 на таких движениях, как в пятницу. Это реально буквально за считанные часы. И будем претендовать на движение в район нашей долгосрочной цели 1.25. Доллар канадец 1.29.39. Друзья, здесь я в буквальном смысле умываю руки, потому что очень трудно объяснить то, что происходит сейчас с этой валютной парой. Очень трудно объяснить рост доллара против канадца. То есть очень трудно объяснить сейчас слабость канадской валюты. После того, как кроничные продажи вышли в лучшие ожидания, после того, как базовая инфляция выросла, тем самым подтвердив намерение Банка Канады повышать процентные ставки, после того, как мы видим продолжение развития бычьего ралли на рынке черного золова, на рынке нефти, который тоже является традиционным фактором поддержки для канадца, и после того, что происходило с индексом доллара, когда индекс американской валюты буквально потерял больше 1% за несколько торговых сессий. При этом мы видим, что сейчас доллар канадец демонстрирует восстановительную динамику. Я думаю, что это какой-то небольшой нонсенсный продукт, и в частности порядок будет установлен в движении этой валютной пары, поэтому нужно держать короткие позиции, потому что тот фон, который сложился, он только к этому и располагает. Надеюсь, что вы не попались в эту ловушку не совсем предсказуемых движений, и не поверили непонятно в что, оправдывая то, что канадец может резко сейчас проседать и дальше против американца. Австралиец 0,7264. Здесь мы удерживаем короткие позиции. Небольшой откат у нас в конце прошлой недели. Ну, небольшой он не считается, нам нужен большой, потому что у нас с вами цель 0,70. По Новозеландцу 0,6670, друзья, я, как и раньше по этому дуэту активов пока рекомендую вам сохранять длинные позиции уже до цели 0,68, потому что рынок уж очень вдохновился последним отчетом по темпам экономического роста. И, возможно, среди валют стран Океании именно новозеландский резервный банк Новой Зеландии может первым поднять вопросы повышения процентных ставок, ну или, по крайней мере, изменения риторики относительно того, что это может случиться в ближайшем времени. Ну, под ближайшим временем это перспектива ближайшего года. Нам не нужны какие-то сверхприбыли по Новозеландцу, потому что мы понимаем, что в целом долгосрочный новозеландский доллар должен быть в числе аутсайдеров хотя бы, исходя из того, что происходит в Китае сейчас по факту отношений США. Но раз новозеландец получил такую поддержку от сильных данных по экономическому росту, нужно пока отдать должную рынку, который на импульсной волне будет стараться затащить пару повыше. Вот по мере уже касания 0,68, там я, конечно же, снова вернусь к оценке перспектив этой валютной пары, но забегая вперед, хочу сказать, что будем искать уже уровни для продаж и возвращения в район 0,65. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание, хорошего вам торговой недели. Не забывайте, что сегодня в 16.30 в Москве состоится традиционный вебинар «Правильный понедельник», где мы будем разбирать события минувшей недели детально, поддерживая преемственность фундаментального фона и картины. Также посмотрим в максимально детализированной форме на то, что у нас на этой неделе. Будет много интересных комментариев, интересных наблюдений. Все это, собственно, на вебинаре в 16.30 по Москве. С большим удовольствием вас всех туда приглашаю. На этом все. Всего доброго. До свидания.